Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Недавно стал встречаться с девушкой, она из другого города, видимся редко. Как понять, что у тебя присутствует чувство влюбленности, я по ней скучаю, много думаю, когда не вижу, но, например, при поцелуях я не испытываю никаких ярких чувств, хотя девушка мне нравится. Это не весь текст, я сейчас отрвечу и дальше буду читать. Значит, первое. Каким образом вообще у вас появляется такой вопрос? То есть, каким образом вы приходите к тому, что хотите понять, улюблены вы или нет. Ну, вам вот говорите, нравится девушка, вы скучаете и много думаете. Ну, в принципе, этого достаточно на каких-то, ну, начальных стадиях, да, отношений. Вот, это первое. Второе. Вот вы говорите, скучаете и много думаете. А вот что это такое? Нам, то есть, маме не хватает. Вы когда думаете о ней, вы в каком ключе думаете о ней? То есть, это что-то про то, что хочу увидеть, да, или там, не знаю, какая она красивая и так далее. Да, это такие мысли, или это какие-то другие мысли, против того, что я могу для нее сделать, да, что мне хочется для нее сделать. Вот. Или это история про будущее. То есть, какое у меня будущее с этим человеком, да. То есть, ну, получится отношение или нет. Исходя из того, что вы думаете, исходя из того, каков вектор вашей скуки про девушку, я думаю, что можно будет делать вывод относительно того, да, что вы с ней чувствуете. Ну, то есть, вот, какой-то такой общий фон ваших переживаний. Влюбленность. Влюбленность, чувство влюбленности, это желание быть с человеком. В отличие от любви, там, что немножко более глубже. Вот. Поэтому, вот, вы хотите с ней быть. Вероятно. Но! А вы говорите, что при поцелуях, да, не испытывайте никаких ярких чувств. Вот. Ну, возможно, вы как раз-таки не очень так сильный человек. Такой звершенный, там, такой закрытый, как сказал мой коллега про вас. Вот. И, опять же, что значит не испытывать ярких чувств? То есть, вам это не важно. Я имею ввиду поцелуи. Вы в этот момент, ну, не ощущаете никакого вектора своего эмоционального, да. То есть, можно поцеловать человека, потому что этого хочется вам поцеловать. Можно поцеловать человека, потому что хочется это сделать для него. По-моему, в принципе, и то, и другое вместе. И, как мне кажется, из этих ощущений, примерно, рождаются вот эти вот яркие чувства. Вот. Да? То есть, ну, вот. Опять же, нужно посмотреть, что для вас значит поцелуй. Да, то есть, ну, для разных людей поцелуй значит странно. Вот. Могут ли быть хорошие отношения без страсти? Или как-то страсть пробудит. Да могут быть хорошие отношения без страсти. И некоторые говорят, что только без страсти хорошие отношения могут быть, потому что страсть, типа, приводит к определенных проблемам. Но нужно, чтобы другой человек относился к этому лояльно. Вот. Если другой человек не будет относиться к этому лояльно, а будет постоянно требовать каких-то эмоций, требовать каких-то порывов и так далее, то тоже могут быть проблемы. Проблемы довольно серьезные. Вот. Как страсть пробудить? Для этого нужно просто быть внимательным к себе и к своим переживаниям. Вот. То есть, ну, просто вот к тому, что вы чувствуете, к тому, что вы ощущаете. Нужно уделять этому внимание и выражать, а не пропускать. Мне кажется, что многие ваши чувства, многие свои чувства, вы пропускаете. Читалось, что люди могут испытывать эйфорию, но не понимают, как это и нормально лицо, что у меня все спокойно и я как бы не теряю голову от отношений. Да, на вас это абсолютно нормально, более того, терять голову от отношений не очень хорошо, потому что можно наделать конечные глупости. Да, есть люди, которые это делают, да, есть люди, которым нужно через это пройти, но если этого нет, если у вас спокойно, это неплохо. То есть, есть разные люди с разным темпераментом. Многое зависит от темперамента. Поэтому тут, скорее, проблема заключается в том, что вы сомневаетесь в собственной нормальности. Вот. Дальше. Я был инициатором отношений. И что? Ну и что дальше? Как разобраться в своих чувствах? Говорить о них. Говорить о них и быть в контакте с собой. То есть, понимаете, если вы озвучиваете то, что вы чувствуете, и если вы озвучиваете точно то, что вы чувствуете, вы всегда это, простите за сутологию, чувствуете. Вот так вот и разбираться в своих чувствах. Это поможет сделать психолог, может помочь. Девочка говорит, что испытывает волну непреодолимых чувств, а я не могу даже, что это такое. Ну, все чувствуют по-разному. Здесь очень важно понять, что вам недоступны чувства другого человека. Вот никак. Вам доступны только свои чувства. Только ваши. Вы можете видеть, наблюдать какие-то проявления чувств другого человека, да, но они вам не доступны. Поэтому то, что вы сравниваете свои чувства с чувствами девочки, это большая проблема. И, в целом, как будто бы, это история про то, что вы, ну, как я уже сказал, сомневаетесь в своей ненормальности. То есть, у вас, как будто бы, вот комплексы. Во-вторых, вы через отношения пытаетесь что-то доказать. Ну, например, себе пытаетесь доказать, да, что вы там можете что-то чувствовать, что вы можете что-то ощущать. Вот. Отношения, в которых так происходит, не самая лучшая форма таких отношений. Потому что в отношениях не нужно ничего доказывать. В отношениях нужно просто быть собой. Вот. И все. Просто быть собой. Дальше. Нужен ответ. Могут ли быть отношения без искры в начале отношений? Да, могут. Искра может прийти. Возьми. Как больше чувствовать приятных ощущений во время секса? Использовав самые обычные средства защиты. Может, у них проблема. Особо гоника ощущений не испытывал, не испытывал, хотя хотел этого. Опять же. Вопрос. Да. Может быть, дело в средствах защиты. Вам нужно попробовать без них. Это первое. Второе. Ну, нужно разобраться в ощущениях. То есть, поэкспериментировать можно. Да. Если вы про свою девушку, например. То с ней можно поэкспериментировать, просто посмотреть. Да. Какие прикосновения ее, какие движения, действия вызывают, какие ощущения. Вот. Интимные отношения, если присутствуют в согласии партнеров, это место большое для исследования. Для исследования своего тела, для исследования своих ощущений, своих желаний и предпочтений. Поэтому, я думаю, что в первую очередь нужно исследовать. Дальше. Вы опять хотите испытать какие-то чувства. Вот понимаете, как мои ощущения складываются? Вот есть человек, который обладает, там, шириной плеч определенного размера, роста определенного размера, ну, величины. Вот. И комплекции тоже определенные. Вот. Вот. Есть другой человек, который делает с первого человека слепок. И пытается этот слепок одеть на себя. Вот вы как будто бы зафиксировались где-то на каких-то идеальных ощущениях, на каких-то центрированных ощущениях. Но в жизни все не так. И если вы чего-то ожидаете, то этого не происходит. И это ощущение происходит стандартно. Если вы человек не импульсивный, если вы не привыкли слушать свои импульсы, естественно, вам будет сложно. Плюс я думаю еще, что вы стыдите, что вы испытываете стыд, и вы, ну вот, как-то комплексуете. Вот. И касательно каких-то, значит, эмоциональных историй и каких-то физических тоже. То есть вы как будто бы очень сильно скованы. Скованы. Вот. Вполне возможно, что у вас есть некий багаж чувств и эмоций, связанных с прошлым. Вот. Который до сих пор у вас есть, и он вам мешает вообще как-то расслабиться. Потому что вы ничего не отреагировали. Вот. Кхм-кхм. Кхм-кхм. Вот. Вот. Потому что. Ээээ. Тут может быть как медицинская сторона вопроса, то есть может быть связана с вашей физиологией, и вам нужна помощь, эээ... врачей. Вот. Может быть просто это связано с балансом вашего тела, и тогда вам просто может быть пропить витамины и всякое такое. Вот. много, большое влияние оказывает образ жизни, подвижность, подвижность, активность и так далее. Но лично мне кажется, что вы пытаетесь просто контролировать себя и выжимаете из себя чувства. Идеальный вариант, чтобы вы вместе с девушкой взяли консультацию у психолога вдвоем и обсуждали поведение в отношениях, в сексе и так далее. Чтобы вы поделились своими переживаниями, а она своими. Потому что у меня есть ощущение, что вы опять же пытаетесь как бы сами-сами все это решить, сами все это разрулить. Но нет, это все нужно делать с партнером. И что касается ощущений физических и что касается эмоциональных вопросов тоже. Ну и с эмоциями естественно нужно работать. Учиться замедлению, учиться замечанию, учиться вербализации и в целом осваивать культуру выращения своих чувств. Потому что у мужчин это как правило не совсем пользуется популярностью. Но опять же, как сказал мой коллега, да, мужчины должны быть сильными, мужчины не плачут и так далее. Но лично я думаю, что основная проблема заключается в том, что вы постоянно подвергаете себя сомнениям. Постоянно думаете, что с вами что-то не так. Постоянно хотите, чтобы у вас было как-то идеально. То есть это перфекционизм. А перфекционизм это довольно серьезное обесценивание себя самого. И вот с этим мне кажется нужно работать. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Что позволит вам начать над собой работу. Всего самого доброго.